В следующем году нас ждет новый холостяк. Не спешите сердито ворчать или скептически улыбаться. Новый сезон будет лучше всех предыдущих. Почему? Да потому что в нем наконец-то меняют правила. У девушек появится намного больше шансов на заветную розу, а у мужчины куча новых проблем. Правда же интересно? Садитесь поудобнее и давайте выясним, почему новый холостяк называют победой феминизма? Кто станет очередным желанным женихом? Правда ли, что это будет Давид Манукян? Вы уверены? А может кто-то еще? Певец Джонни, актер Милош Бикович, Гарик Рудник или опять Егор Крид? Мы ответим на этот вопрос, а заодно вспомним, как сложились судьбы всех бывших участников шоу. Подписывайтесь на канал и давайте узнаем, сможет ли новый холостяк сломать многолетнее проклятие шоу и найти на проекте настоящую любовь. Одни смотрят шоу холостяк с замиранием сердца, а другие с иронией. Толпа привлекательных девушек сражается за внимание одного единственного мужчины. И он чувствует себя королем в окружении прекрасных наложниц. Настоящий султан Сулейман в своем гариме. Но теперь все будет иначе. Холостяков будет не один, а целых два, и они будут не только радоваться женскому вниманию, но и соперничать между собой. А если им понравится одна и та же девушка, и вовсе начнется настоящая война. На это стоит посмотреть. Ты настоящая. Ты знаешь, чего хочешь, иди и начни историю своей любви. В главной роли теперь ты. Это какая-то сказка, какое-то истинное женское счастье. Новые правила холостяка – это настоящая победа феминизма. Как сказал директор ТНТ Роман Петренко, нечего мужчинам расслабляться. Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный холостяк, то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждый из участниц будет определять, кого она захочет больше. Да, это будет ярко, интересно и очень эмоционально. Но идея двойного холостяка совсем не нова. В прошлом сезоне Тимати пригласил Егора Крида, чтобы девушкам стало еще веселее и было из кого выбирать. Вот только Егор не повелся на провокации своего закадычного друга. В это время он отчаянно пытался наладить отношения с Валей Карнавал. Идея с двойным холостяком провалилась. Кроме того, давайте посмотрим правде в глаза. За все время существования шоу ни один из холостяков так и не женился на своей избраннице. Егор Крид с Дарьей Клюкиной выглядели такими влюбленными, а как только погасли софиты, разбежались по разным уголкам страны. И что теперь? Даша замужем за директором Газпрома, очередной роман Крида с Валей Карнавал тоже подошел к концу. С Диной Саевой тоже не сложилось. Ах, не везет этому сладкому красавчику после расставания с Нюшей. Но есть и хорошая новость про Крида, и о ней вы узнаете совсем скоро. Ладно, Егор. А как же Антон Криворотов? У них с Барбарой Пино была такая любовь, что казалось, вот-вот и свадьба. Холостяк закончился, а сладкая парочка не спешила расставаться. Увы, эта история тоже закончилась ничем. Криворотов начал упрекать Барбару за излишне откровенные фото и намекать на то, что у нее было очень темное прошлое. Жгучая красотка в ответ обвинила Антона в том, что он как был бабником на проекте, так и мы остался. Ни о какой свадьбе не могло быть и речи. Про Тимати говорить нечего. Было очевидно, он пришел на шоу Холостяк, чтобы весело провести время. И возможно найти копию Анастасии Решетовой. Так и случилось. Роман рэпера с Екатериной Сафаровой закончился ничем. Но почему у Тимати и Сафаровой ничего не вышло? Она же полностью его типаж. Знойная красотка с пышными формами и эффектной внешностью. Да, поначалу Тимур был настроен очень решительно. Мы летали с ним отдыхать вместе после проекта, там, через несколько недель. Этого нельзя было делать, но Тимати подарил девушке шикарное кольцо с бриллиантом в 7,7 карат за 22 миллиона рублей. Ничего себе! А ты вообще любишь ювелирку? Ааа, да. Вот только восторг Кати оказался преждевременным. Рэпер даже не пригласил девушку на свой день рождения. Тимати предпочел развлекаться с другими участницами Холостяка. К примеру, на Мальдивы он улетел в компании Адель Вейгель, а в Сочи отдыхал с 19-летней гимнасткой Сашей Дони. Так вот, зачем ему нужен был Холостяк. Не найти новую любовь, а добавить больше красоток в свое окружение. Но, может, в этот раз все будет иначе? Ведь одним из Холостяков станет Дава. О нет, официально еще никто не называл никаких имен, но этот мужчина постоянно дарит нам недвусмысленные намеки. Подскажите, на каком шоу меня еще не было? Холостяк. А прикиньте, я буду первым Холостяком, у кого после шоу получится построить отношения. Дом 2 уже был, кулинарное шоу было, ледниковый период тоже. Пора расширять горизонты. Шутки шутками, а Дава и в самом деле настроен очень решительно. После болезненного разрыва с Олей Бузовой, артист находится в активном поиске новой возлюбленной. Это не у меня нет девушки, это не у одной девушки нет меня. Есть желающие. Кровать, обнаженный торс, свежий выпуск модного журнала и красная роза. Думаем, не стоит напоминать символом, какого шоу стал этот цветок. К тому же, выход нового сингла-артиста «Алые розы» совпал с презентацией девятого сезона «Холостяка». Ох, как подозрительно. Кстати, еще летом Давид Манукян уверял, что готов запустить своего собственного «Холостяка». На премии РУ-ТВ он гордо щеголял в элегантном сером костюме в окружении пяти сексуальных девушек в масках. Очередная попытка задеть Бузову или намек на скорое участие в шоу? Как думаете? А еще Дава в последнее время частенько выкладывает свои полуобнаженные фото, чтобы похвастаться шикарной фигурой и идеальным прессом. Пресс, правда, блогеру сделали в одной из лучших московских клиник, но разве это важно? Не случайно этого мужчину называют одним из самых завидных женихов России. К слову говоря, они с Олей Бузовой так и не смогли простить друг друга. В своей новой композиции «Алые розы» Манукян поделился своими чувствами Коли. Но не спешите сострадать бедному обиженному Даве. Да, в своих песнях он жалуется на женское коварство, но при этом не упускает случая уколоть Бузову побольнее. Например, опубликовать их личную переписку. Оказывается, Ольга Бузова не забывает Манукяна и порой звонит ему или пишет с просьбой поговорить. Дава, в свою очередь, не горит желанием общаться с певицей. Бывшая? Не брать. Именно так Ольга записана в его телефоне. Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Видимо, река мутная. Согласитесь, это не очень достойный поступок. Участие в холостяке – это тоже отличный шанс насолить Оле. Мол, смотри, дорогая, как вокруг меня кружат десятки красоток, смотри и завидуй. Слухи об участии рэпера в проекте ходят еще с лета. В сеть уже попали кадры со съемок шоу. Есть фото, на котором Манукян стоит с красной розой в руках в окружении девушек. Попался? Но нет, этот кадр был сделан на съемках клипа. Но ведь дыма без огня не бывает. В начале ролика мы упомянули о трех последних холостяках – Антони Криворотове, Егоре Криде и Тимоти. Все они свободные и даже, как бы это сказать, немного гулящие. Возможно, это последствия женского внимания на шоу. Но как же другие холостяки? Неужели и они остались бабниками? А вот и нет. Первый холостяк Евгений Левченко после шоу вернулся к своей предыдущей девушке Виктории и сейчас воспитывает с ней сына Кия. Бывший муж Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский после шоу закрутил роман с «Мисс Россия-2014» Дарьей Сидоровой. У них тоже есть дочь. Резидент комеди-клаб Тимур Батруддинов в третьем сезоне удивил всех тем, что выбрал в финале не красавицу модель, а скромную студентку из Казани Дарью Канануху. Настоящая сказка про Золушку. Но и тут чуда не произошло. Через три месяца пара рассталась, так и не успев построить отношения. Новый холостяк Алексей Воробьев стал единственным, кто не выбрал в финале ни одну из девушек. Поклонники певца были в шоке. Он до сих пор продолжает крутить романы то с Ириной Дубцовой, то с Оксаной Акиньшиной, то с Викторией Дайнеко. В отличие от Воробьева, пятый холостяк, звезда интернов Илья Глинников стал самым искренним за всю историю проекта. Он терялся, краснел и бледнел на свиданиях. Увы, у него с моделью Катей Никулиной тоже ничего не вышло. Настоящее проклятие холостяка, правда? Все уже не верят, что тут по-настоящему можно найти любовь. Только игра, только борьба за популярность, только хайп и ничего больше. Но может именно Даве удастся преодолеть это проклятие. Манукян уверен, что уж он-то сумеет найти любимую девушку на реалити. Все должно быть построено на-лю-ви. Кроме того, у Давы огромная армия фанатов, а значит рейтинги нового холостяка будут зашкаливать, а этого проекту ох как не хватает. Но не забывайте, что холостяков в этот раз будет целых два. Кто же станет вторым счастливчиком? Может Гусейн Гасанов? Именно он должен был искать себе пару в этом году, но хитрый Тимоти его подвинул. А может на шоу опять вернется Егор Крид? Слухи об этом ходят уже не первый год. Вдруг со второй попытки у артиста наконец получится найти свою любимую. Даша Клюкина ведь тоже дважды участвовала в шоу, прежде чем получить заветную розу. Тимоти показалось это настолько смешным, что он выложил в своем блоге фото с белой розой и провокационным заявлением. Клюкиной можно два раза, а мне нет что ли? Вот такие шуточки. Многие хотели бы видеть в шоу певца Джонни или Нилето, актера Милоши Биковича или хореографа танцев Гаррика Рудника, который известен своими романами с Викторией Дайнека и Ульяной Пылаевой. Интересно, как они будут соперничать с Давой за женское внимание? Но имя второго счастливчика пока остается окутанным тайной. Планируете смотреть нового холостяка? Верите в то, что Дава или кто-то другой сможет найти на проекте свою любовь? Ставьте лайк, делитесь своим мнением, подписывайтесь на канал, уверенно жмите на колокольчик и хорошего вам настроения!